Административный центр и мощная военная крепость Чужжений – новая изюминка Шкотовского района в Приморье. Именно здесь примерно 900 лет назад жили эти восточные племена. Первые археологические раскопки на Стихлянухинском городище начались еще в 1985 году. Через три года в 1987-м их оставили. В СССР наступил кризис, затем последовала перестройка. Было не до науки. В 90-е 10 гектаров бывшей земли Чужжени использовались для сельскохозяйственных нужд. Здесь устраивали огороды и пасли скот. Здесь мы занимаемся научными раскопками археологического памятника Стихлянуха-1. Но наш проект касается не только раскопок, но и того, что называется продвижение науки в широкие массы. Постарались сделать наши раскопки максимально открытыми для того, чтобы популяризировать науку, популяризировать археологию, популяризировать очень интересную историю нашего региона. Мы очень хотим, чтобы непонятные сооружения археологических памятников стали более понятны местным жителям, всем интересующимся. Это очень важно для нас, для развития науки, для развития региона. Спустя 34 года в августе 2020-го раскопки возле трассы Шкотова-Партизанск возобновились. Выиграв 10-миллионный грант от правительства Приморского края, группа археологов НПЦ «Наследие ДВ» и ДВФУ занялись научной деятельностью. Только за последние дни августа ему удалось найти около 5000 артефактов, части тушечницы, монеты, наконечники, стрел, керамическая посуда и многое другое. По словам специалистов, снят только верхний слой, а самое интересное ожидает их глубже в земле. Лук, он в среднем где-то 30-40 сантиметров и пробивает. Это вот пахота, которая была здесь на протяжении 20-го века, то, что здесь сажали огороды, занимались хозяйственной деятельностью. Действительно, она разрушила культурный слой, но не полностью. Вот она вот эти вот 40 сантиметров и задела. До 15 сентября дня заморозки раскопок для всех желающих здесь проводились бесплатные экскурсии. Ажиотаж огромный. Гости приезжали из разных уголков региона, чтобы взглянуть на останки ушедшей цивилизации. Им проводили открытые лекции и мастер-классы от приглашенных специалистов. Например, учили создавать сосуды из глины. Также для удобного посещения разместили парковку, туалеты и деревянные дорожки. Одним своим видом с проезжей части, завлекающей туристов. Мы услышали, что здесь производятся раскопки вот до 14 сентября и решили посмотреть, что это такое. Моя дочь маленькая решила стать ученым, и поэтому мы поехали сюда посмотреть, как работают ученые. Она, правда, мечтала найти кости динозавров, но нам повезло по-другому, и мы нашли другой артефакт. Вот сын у меня нашел кусочек керамики, которой около двух с половиной тысячи лет. Недалеко от городища на этом месте разбили лагерь, где участники, археологи и студенты проводят досуг и изучают артефакты. Живут участники в десяти контейнерах, арендованных предприятием на два месяца. В основном студенты и научные сотрудники. Для полевых условия относительно комфортные. Рядом есть столовая, большой костер и навес. По близости основа – камеральная лаборатория. В ней каждый артефакт проходит процесс зашифровки. В среднем за день один сотрудник вносит базу данных около 500 новых номеров. Для времени существования Джорджини железо становится довольно значимым сырьем для изделий, которые употребляли в сельскохозяйственной жизни, в военном деле, о чем демонстрируют конкретные находки. Вот у нас на городище в этом году были найдены, уже найдены, наконечники стрел, которые явно свидетельствуют о их воинственном духе, о том, что нужно было обезопасить себя от соседей и от тех, кто хотели их завоевать. Самых разных форм, самых разных назначений. Также о том, что они занимались обычной хозяйственной жизнью, железо было необходимо, об этом свидетельствуют ножи. Очень сильно похожие на наши с вами. То есть, по факту, если посмотреть, присмотреться, добавить сюда рукоять, то можно понять, что вот обычный ножчик. Первым памятник обнаружил в конце 19 века один из вдохновителей создания общества изучения Амурского края и сподвижник Федора Буссе князь Лев Кропоткин. Так, до конца 20 века он и остался нетронутым. На сегодняшний день раскопки законсервировали до следующего сезона. Артефакты разложили в полиэтиленовые мешки и отправили обратно под землю. Теперь археологи будут ждать, когда потеплеет и почва станет податливей. Второе условие – достаточное финансирование. Насчет него тоже станет известно в следующем году. Кирилл Самойлов, Игорь Болтов. Новости на восьмом.